Значит, по поводу опять этой вопиющей статьи, да. Я давала опровержение с мальчиками НТВ, но так как здесь ещё фигурирует и комсомольская правда, я не имею права просто молчать, я должна тоже этих людей обелить, которые помогали нам. Значит, я говорила это во всех интервью, что вся работа начала делаться только после того, как бомбили больницу, детскую больницу, где лежал Женя. Это было 30 мая, полшестого утра. На следующий день, просто после бессонной ночи, вот всё у меня в голове, понимаете, шоковое состояние, это по чистой случайности, я шла корреспондентом, просто в холле находились мальчики комсомольской правды. В частности, там был Лёша Овчинников. И вот когда он поговорил, Вика, что вы хотите вообще? Я говорю, помогите, потому что я не знаю, что мне делать в этой ситуации, я просто не знаю, что мне делать. И он мне спрашивает, что вы хотите? Я говорю, я хочу, чтобы мне бомбили просто больницу. Ну, как бы это всё прекрасно, да, идут боевые действия. Там же не только больница, там уже просто пепло, пепел. И Лёша Овчинников, он взял у меня номер телефона и вечером мне позвонил Савва Мороз. То есть Лёша Овчинников был мостом просто, он нашёл нам нужных людей. И на следующий день, это вот совпало, что 1 июня я запомнила, потому что день защиты детей. Мы начали работать с Саввой Морозовым, и Даня был, оператор. И вот эти мальчики, каждый день, вот мы с ними буквально, они сделали всю эту работу, проделали. Я не фигурирую в этой статье, да, как мама, которая вывозила детей, да. Вот, то есть это всё параллельно. Я ещё говорю по поводу того, что я всем говорила, кто звонил и хотел предлагать помощь, что работа уже идёт. Как бы чтобы не было каши, чтобы друг перед другом, как бы уже сами себе не мешая. Вот мы сказали, мальчики НТВ занимаются, консультации идут, с врачами разговаривают. Это не просто так, что приехала какая-то машина, у нас в такси в какой-то посылке, было сопровождение. Вы видели эти на кадрах, что была машина реанимобиль. Сопровождал нас Савва и мальчики на машине. Это настолько было сделано своевременно. Просто остальная помощь уже была немножко уже позже, да, когда уже работа пошла, люди начали нам готовить коридоры, начали договариваться, уже пошла информация, люди начали звонить, просить нас о помощи. То есть мы говорили всем спасибо, конечно же, да. Вот лично я не знаю человека, я не общалась лично. Договорились всегда, вот доктор Лиза, они были? Да. Вот видите, здесь говорит Миша. Со мной лично, лично, вот как вот Савва пришёл и говорит, давайте будем, значит, помогать, спасать ребёнка. Вот этого не было. Человек вот первый пришёл на помощь, я возмущена. Сделали всё досконально просто. Ребёнок был доставлен в короткий промежуток времени, и ему здесь оказывают квалифицированную помощь. Вот, я понимаю, если бы были какие-то огрехи вот в этой всей работе, мальчики там, да, если бы что-то там не состыковалось, можно было как-то писать и обвинять этих журналистов. Вот, ну так как работа была проделана, как мама, я вам говорю, ребёнок у меня в целости и сохранности, никаких у нас инцидентов не было, я не понимаю вообще по тексту этой статьи, а плевать вообще всю работу, то, что было проделано. Я просто возмущена до крайности, возмущена. И нигде не фигурирует мама, которая у вас сделала детей, вы понимаете? Где со мной? Вы приедьте со мной поговорить, я вам расскажу. Что это за вот эти письма? Вы говорили, что вам доктор Лиза прислала смс-ку, если можно? Вот, да, мы когда приехали в Ростове, мы приехали в 10 часов вечера, нас встретили врачи, Женечку поместили. У меня просто телефон, понимаете, я не могу всё время находиться с телефоном, были журналисты, и уже вечером, когда я увидела смс, что доктор Лиза, да, вот это я чётко помню этот момент, что именно доктор Лиза, вот, и она говорит, я еду завтра за вашим ребёнком в Донецк. Я пишу, можно, в Российской Федерации. Понимаете, то у нас идёт по каналу, когда мы находимся в реанимации вечером, говорят по телевизору, что вывезли в Киев ребёнка, потом говорят, мне доктор Лиза пишет, что мы в Донецке, что это вообще происходит? То есть между собой там уже надо разобраться, в конце концов, потом уже давать информацию. Вот это, что происходит, это просто вопиющий факт, просто вопиющий. Я ещё раз говорю, что каждый абзац, это просто оплёванные вообще наши все старания, наши все общие старания. Мальчики сделали работу прекрасно, и результаты вы видите. К вам обращались как-нибудь сами, вот эхо Москвы выходили на вас? Нет, нет. Я, кроме как журналиста МЕН-ТВ, вот лично с Авой Морозовым, я общаться, я интервью давать не буду. Потому что, понимаете, уже концов не найти потом. Ещё раз говорю, что онаairs не так, что она и не думает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...